Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Kingdom.com Так, алкоголь действует постепенно, улучшая ваше красноречие, живучесть, обаяние и силу, но если вы пересердствуете, последствия могут оказаться довольно неприятными Так, кто тут еще бубанит у меня, как говорится, за спиной Что тебе надо? А? Что я делаю? Я хочу пройти, а ты мне мешаешь Вот так вот, мне надо с Бороком вообще поговорить, наверное Так, ну Борок, давай побеседуем с тобой маленько Ну? Че ты, не хочешь? Ну, естественно, надо обязательно прогрузить же это все дело Ты молодец парень, я сочувствую твоему горю, ты наверное вымотался, почему бы тебе не пойти на кухню и не поесть, с бедой лучше справляться на сытое брюхо Вот это дело, ты говоришь, пан Борок Так, что? Что, куда ты пошел? Ну, а ты че тут ноешь, елки-палки, дай мне сюда на кухню пройти Мне Борок сказал, надо с горем бороться на сытый желудок Так, что, мне нужно опять с ним поговорить? Да, видимо, он ждет меня, чтобы я с ним поболтал Новое знание о кухне Хе-хе-хе, понятно Ну, опять прогрузка, да что ж такое-то? Не можете без нее, что ли, никак, я не пойму О, моя госпожа, тебе повезло, наша добрая пани Стефания и Стальберга почтила нас своим присутствием Пани, это большая честь Так значит, это и есть наш храбрец, добро пожаловать Бажена, позаботиться о тебе, ты наверняка устал и хочешь есть Конечно, а как же иначе, да, бедняжка? После всего, что он пережил, он, наверное, голоден, как медведь Правда ведь, юный мастер? Хе-хе-хе Вот, держи, покушай вдоволь Немного вина, чтобы запить? Спасибо вам, пани Когда закончишь, можешь пойти отдохнуть на конюшне, в наружном дворе? Не, так не годится панборы После всего, что он пережил, он заслуживает нормальную постель Пусть спит в сторожке во дворе Разумеется, госпожа Юный Индра ошеломлен вашей щедростью Да, да, спасибо, пани, храни вас, Господь, за вашу доброту А теперь ешь Ты в надежных руках, и я покидаю вас Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи, госпожа Так, вы мне дадите поесть или нет? Хм, когда закончишь, можешь поспать в спальне старушки во дворе И не забудь снять свои грязные сапоги, прежде чем забраться в постель Хе-хе-хе Понятно, пан Борек Наверное, сниму Все зависит от того, как я поем, одним словом Начато задание Ешь Новое знание продукта питания Иди в сторожку во дворе и поспи там до утра Так, мне бы сейчас еще узнать, где эта сторожка Не забывайте о голоде Чем дольше Индридж не ест, тем слабее он становится Он даже может умереть от голода Разная еда обладает разными свойствами То есть яблоком вы не насытитесь, так же как уткой Но оно дольше останется свежим Понятно Так, что, что, где у меня тут этот Сторожка-то где? Ну-ка, давайте по карте глянем с вами Ага, вот у нас сторожка Значит, нам нужно сюда поставить маркер И будем двигаться именно в этом направлении Как-никак Так, дамочка что-то загрустила Так, а если я сюда пойду? Ой, отсюда надо сматываться, ребята Это частная территория Смотри, смотри, засуетился уже Бежит там, е-мое, а Пока он бежит, я тут подтырю маленько, да? Жареные уточки возьмем Что? Что ты? Где ты? Я не вижу никого Хе-хе-хе Так, пюре из щечевицы Естественно, заберем, ребята Рогалики все эти Ммм Я бы сейчас съел что-нибудь Подожди, а тебя что, не покормили, что ли? Индра Так, ты заглохни там, пожалуйста, мне А еще будет бубнить мне Это мое все Мне тут все, ну, положили на стол И сказали кушать А я просто, видишь, подорвался сразу спать и забыл про еду Вот, забираю остатки Ну все, вроде бы забрал Так Теперь мне нужно найти сторожку эту Как жареная утка Давайте, наверное, съедим, ребята У нас сытости-то всего 45 Ё-моё Это никуда не годится Вот, вот это другое дело Ё-моё, 97 Я просто наелся от пуза Меч пана Рацико Кобыль Так, 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 так Что у нас тут? Красноречия у меня вообще, ребята, нет Представляете? Ноль Обаяния вообще пять Тобишь я выгляжу как нищеброд А что это? А-а-а Представляете, ребята, меня кумарит спать У меня глаза закрываются Я зеваю Вот тут даже как придуманное Слушайте, девушка эта сидит, как, знаешь, как истуканка Вообще даже не шелохнется Так Будь осторожен Сам будь осторожен Стоит тут на проходе, ё-моё В мою сторожку Ага Вот, видать, и моя постелька Если вы устали Ваша энергия и красноречия тоже уменьшаются Вам поможет сон Найдите подходящую постель Которую вы узнаете по значку на компасе Сядьте на нее Приготовьтесь ко сну И укажите, сколько времени вы будете спать Указать время, значит, еще, да? Что там А, вот, вот Сколько времени ты хочешь отвезти на сон? А как переменить? Я не знаю, ребята Так Плюс час Минус час Так Может быть, нам часка хватит, а, ребята, отдохнуть? Ну, два часка Так Спим, спим, спим И Удобство кровати 80%, ребята, у нас Как-никак Ну, что, что, что опять происходит? Сегодня количество дозоров будет удвоено Смотрите в оба Если заметите что-нибудь необычное Немедленно доложите мне, ясно? Да, пан Индра, ты должен спать уже, елки-палки Так, это еще кого принесла нечистая, да? Это я, Энридж Прости за вторжение Я не разбудила тебя? Пани Нет-нет, что вы, но Что привело вас сюда в такой час? Я подумала, возможно, ты захочешь выпить вина? Это должно помочь тебе заснуть Пани, вы очень добры, но вы не должны были Вы могли бы прислать слугу Я собиралась, но, по правде, я тоже не могу уснуть Я думала о тебе, когда молилась о том, какой ужас тебе пришлось пережить Я пришла предложить тебе утешение Ты должен знать, что ты не одинок Я не знаю, как и благодарить вас Не за что, Индра Я знаю, что для тебя здесь все в новинку Но я хочу, чтобы ты чувствовал себя как дома Ты не должен ни о чем беспокоиться Главное, чтобы ты поправился Бог знает, через какие ужасные испытания тебе пришлось пройти Я знаю, что такое остаться в одиночестве Хотя твоя утрата гораздо весомее Но с Божьей помощью со временем боль утихнет Иногда бывает легче, если поговорить об этом Если, конечно, ты пожелаешь Интересно, мы пожелаем поговорить с Пани или нет? Так, давайте, наверное, расскажем о набеге Ну, а почему бы и нет, да? Может, вы правы, Пани Я расскажу вам, что случилось Это было ужасно и неожиданно День начался как обычно Отец отправил меня в город с поручениями Так, и давайте, наверное, второе возьмем, да? Или третье? Нет, давайте второе Парень, которого звали Куныш, задолжал моему отцу И он попросил меня забрать долг Только Куныш не собирался платить Мы немного повздорились, что часто бывает, когда речь идет о грошах Но Куныш все равно не раскошелился Отец был слишком великодушен и позволял покупать в долг даже таким проходимцам, как он Оу Мы успех получили, ребят Когда я разобрался с поручениями, я отправился домой Я обещал помочь отцу с работой И с нетерпением ждал этого Он ковал меч для Пана Рацика Так, а здесь мы, наверное, с вами выберем второй вариант ответа Пан Рацик пришел взглянуть на меч Меч начал обретать форму, когда Пан Рацик самолично пришел взглянуть на него Он похвалил работу отца и сказал, что с его мастерством тот запросто мог бы зарабатывать на жизнь в Праге или Вене Не может быть Но орда Сигизмунта уже показалась на горизонте Они готовились напасть на город Эээ, так, я увидел дым на горизонте Я увидел дым, поднимающийся над деревней, сожженной Сигизмундом по дороге к нашему городу Которому вскоре постигнет та же судьба Господи, помилуй нас А затем они обрушились на скалицу А здесь мы с вами выберем Они убили моего отца и мою мать Я думаю, что вот это будет вернее Отец велел мне укрыться в замке, а сам побежал за матерью Она осталась в городе, окруженная императорскими извергами Я видел, как отец сразил несколько полоцов ударами своего молота Я никогда не видел, чтобы он так дрался Но потом командир отряда Сигизмунта, рыцарь в полных доспехах, заметил отца и двинулся к нему Он, не раздумывая, зарубил моего отца, а затем повернулся к матери и хладнокровно ее убил Бедный мальчик, Господи, прими их души Я побежал к замку, чтобы укрыться в нем, как наши соседи, но не успел Мне пришлось искать другой путь Люди со стен кричали мне, чтобы я бежал в Тальнберг и предупредил вас Мне повезло, что я знал о тайной тропе вокруг замка Так, ну давайте на половцы грабили деревню Я все еще был в опасности Половцы обыскивали дома за замком, грабя и поджигая их Они окружили замок, и было ясно, что меня могли заметить в любой момент Пусть их покарает Господь Затем я услышал крик Кричала служанка смельницы Ее поймала ватага половцев Они собирались надругаться над ней У меня был меч Панарацико И даже несмотря на то, что их было несколько и они были лучше вооружены Я должен был попытаться спасти ее Я хотел помочь хотя бы одному человеку И мне это удалось, даже несмотря на то, что я чуть было не расстался жизнью Потом я украл у них лошадь и ускакал Как доблестный рыцарь Мне никогда не забыть весь этот ужас Он будет преследовать меня до конца жизни Ну еще бы, елки-палки Это было ужасно Как только такое могло случиться Только Господь знает, почему Он позволил этому случиться Бедный мальчик, я сочувствую твоему горю Но Бог не виноват в бедах этого мира Это дело рук сатаны И тех, кто повинуется его приказам Тех, кто испорчен алчностью, завистью и гордыней Ты не должен терять веру, какой бы ни была твоя жизнь Судьба не была благосклонна ко мне и к моему мужу Хотя по сравнению с ужасами, которые пришлось пережить тебе Я вышла замуж очень рано, так пожелал мой отец Дивиш был значительно старше меня Но женщина должна покорно принимать свою судьбу Вскоре после нашей свадьбы Я даже еще не успела как следует познакомиться с Тарнбергом Замок был взят штурмом, а моего мужа бросили в темницу Правда? У моего мужа возник спор с паном Гавилом Медеком из Вальдега Который решил прибегнуть к силе Он взял штурмом замок, сжег деревню Прыбеславицу И убил многих наших людей, даже старенького управляющего Он заточил моего мужа в замке и разместил здесь свой гарнизон Это ужасно Мне едва исполнилось 18, когда внезапно рядом со мной остался лишь пан Борек Мы не знали, что делать Мы отправились в Прагу, чтобы пожаловаться королю и заручиться помощью друзей, Дивиша Но все было напрасно Так тянулись годы, и казалось, мне навсегда суждено остаться в одиночестве А моему мужу гнить в темнице собственного замка Годы, говорите? Семь лет Вот сколько прошло времени, прежде чем Гавилла объявили врагом короны Но даже тогда он отказался сдать замок и выпустить моего мужа В конце концов, я скопила гроши, чтобы заплатить выкуп И лишь тогда, по милости Божьей, я наконец снова увидела своего мужа Семь лет А Гавилл понес наказание за это? Нет И после семи лет мой муж вернулся ко мне дряхлым стариком Пан Дивиш показался мне сильным и хорошим человеком Само собой разумеется, но у него столько обязанностей Ему пришлось восстанавливать Таленберг Но после того, как он вышел из темницы, король назначил его гурбграфом Пражского замка И на него свалилось столько дел У него совсем не было на меня времени Но мы хотя бы жили в городе, где все время что-нибудь происходило А теперь мы здесь Госпожа, вы ведь еще молоды И красивы Перед вами еще вся жизнь Если бы это только было правдой, друг мой Если бы это было правдой Но зачем я тебя утомляю всем этим? У тебя и своих забот хватает Я ухожу, а ты должен поспать Мне по нраву пришлось наша краткая беседа, Индра Спокойной ночи и благослови тебе Бог Мне тоже, спокойной ночи, пани Ну что, Индра, теперь-то ты будешь спать Ёлки-палки, сколько бы тут с тобой разговаривали, а? Минут 15? 20? Я уж думал, мы сейчас будем здесь подвиги совершать А у нас пока Ля-ля-та-па-ля Ну вот, наконец-то он уснул Так Новое знание Жизнь женщин в средневековье Так, это, ребята, скорее всего, сон снится ему, смотрите Ага Живее, мужики, давай, давай Скорее Нужно закрыть ворота Нельзя возвращаться Индра, помоги нам Помоги нам, сынок Не будь трусом Вот так вот Индриш, простись Ты должен это увидеть Что, что случилось? Поднимись на стену Один из дозоров сообщил, что сюда движется отряд из Скалицы Вот так вот Что еще за отряд, блин? Сигизмун, что ли? Так, идите на стену по лезнице у ворот Игра сохранена, отлично Возьмите факел со стола Факел Ага Если тебе нужен свет ночью, то воспользуйся факелом Удерживая Так Если же хочешь оставить левую руку свободной для, например, щита То можешь выпить зелье сыч Для более острого зрения в темноте Да у меня нет такого зелья, блин Сыча еще какого-то Надо просто взять факел в руки Как-то мне Где он вообще здесь находится? Ага, вот, в оружии Факел А он Не горит же, нафиг Не горит же? Подожди, что-то у меня в руках-то ничего нету Погоди-ка, погоди-ка Я не понял Я вроде бы факел поставил Какого лешего? Так, ты будешь брать факел у меня или нет, а? Индра Ты совсем, что ли, припух? Вот Факел в руке у тебя Ну, совсем другое дело Так, теперь нам нужно выйти И идти на стену Это что такое? Улица? Да, улица О, ребят, дождик у нас тут моросит Погодка испортилась Так, куда же мне идти-то? Ага, вот сюда На стену по лестнице у ворот Где-то здесь недалеко должно быть Так, здесь у нас ворота, по-моему, и все закрыто, да? Ага, вижу Вижу-вижу лестницу Так, а что я здесь должен делать-то? Кого-то увидеть или что? Или в дозоре я буду тут находиться? Хе-хе-хе Сюда зайти не могу? Ага Опять же, вскрывать все это надо дело Послушайте Ай, не успел прочитать Так, ну я, по-моему, кругами хожу, ребят, если честно, а? Ух ты, е-мое А, поговорить с Бориком не нужно А где у нас Борок? Вот он Ну, давай, Борок Что случилось? Я не знаю, это какая-то бессмыслица Зачем Сигизмунту идти на Тальберг ночью? Он все равно не застал бы нас врасплох после набега на Скаллицу Может, это не он? А кто тогда? Лазурчики, которых Дивиш послал в Скаллицу следить за Сигизмунтом Доложили, что он разбил лагерь и готовится штурмовать завок А пан Рацик, опытный вояка, он обязательно продержится какое-то время Это бессмыслица А что еще заметили лазурчики? Мало чего До того, как они смогли подобраться достаточно близко, началась эта буря И ты был прав У Сигизмунта очень много воинов В том числе и всевозможных наемников Такое войско стоит кучу золота Ну, как бы там ни было, мы увидим, когда они подойдут сюда, да? Ага, увидим Так, поговорили мы Что такое? Кто-то идет, ребята, у нас здесь Стой! Кто идет? Люцифер и его подручные Кто же еще, Борок? Пан Рацик? Слава богу! Твой пан здесь? Да, пан, он рядом Что это ты еще не в постели, Дивиш? В твоем возрасте нужно больше спать Ну, Рацик, ты тоже выбрал не самое подходящее время для прогулки Сильно спешишь? Пришлось немного побегать, да Поверишь ты или нет, но эта буря стала Божьим благословением для меня и моих людей Как говорил мой дед, заслуженное горло лучше перерезанного Я бы сказал, что твой дед был мудрым человеком Твой гонец рассказал нам, что случилось Гонец? Парнишка, которому ты велел предупредить нас Он жив? Он до вас добрался? Он здесь, со мной Он чудом унес ноги Слава богу! Храбрый парень! Но скажи мне, друг, что ради всего святого у вас случилось? Нужно благодарить Бога за эту бурю Когда она началась, татары Сигизмунда попрятались в норы и отложили взятие замка Нам удалось проскользнуть прямо у них под носом, слава богу Мы не смогли бы выстоять против них в открытом сражении Ты не хочешь заночевать в Танберге? Нет, нет, стоит Сигизмунду завтра обнаружить, что замок пуст, он тут же начнет нас искать Мы опасные гости, без нас у него не будет повода нападать на тебя Но куда вы направитесь? Мы отправимся в Роттайе Это недалеко, замок хорошо защищен, и там хватит места для всех этих людей Если Сигизмун заявится сюда, то я советую тебе преклонить колено, Дивиш Твоя жизнь стоит больше твоей гордости Ты прав Этот мальчик все еще с вами? Я здесь, пан Ты храбрый парень Этого нельзя отрицать Мне жаль, что так вышло Ты пойдешь с нами? Я бы с радостью, пан, но сперва я должен вернуться в Скалицу Ты в своем уме? Какое дело у тебя в Скалице? Я не могу бросить свою мать и своего отца Я не брошу тела своих родителей гнить на улице Я присоединюсь к вам после того, как позабочусь о них Даже не думай туда возвращаться, осел Тебе жить надоело? Но, пан, молчать! Мне правда очень жаль твоего отца, но если ты умрешь, это ему не поможет Дивиш, проследи, чтобы парень оставался в Танберге, пока все не успокоится Не беспокойся, друг Кроме того, он ранен, и ему нужно время, чтобы поправиться Если понадобится, закрой его тут, словно Ван Слав из Вальдека Я вижу, ты отрастил толстую шкуру с тех пор, как был в беде, пан Но спасибо Мы увидимся, когда обстоятельства будут более благоприятными Прощай Прощай, друг, и удачи тебе Передай мое сердечное приветствие пану Ганнушу Обязательно, и удачи тебе, и всем вам Настали темные времена Выступаем! Вы слышали, люди? Выступаем! Теперь Доротай совсем недалеко Ну и что же мне теперь делать? Ага, поговорить с Бориком, да? Воины, сегодня мы устроим караулы Вы должны, как обычно, разбиться на смены И если я поймаю кого-нибудь пьяным, играющим в кости или спящим Я лично переломаю ему все кости Я хочу, чтобы вы внимательно следили за окрепленными Сигизмунд наверняка послал лазутчиков И отрядил погоню за жителями, скалицы Узнав, что они сбежали Смотрите в оба и сейчас же обо всем не докладывайте, ясно? Ясно, всем все ясно Так, ну, а мне надо с тобой, видимо, наверное, поговорить Индра, не нужно с тобой поговорить Я здесь? Ну что, опять загрузка, ё-моё Я могу помочь? Что вы хотите? Мне бы пригодилось пару лишних глаз, а ты наблюдательный парень Ты будешь нести дозор вместе с моими людьми на крыше Это просьба или приказ? Я бы предпочел, чтобы это была просьба Конечно, я помогу Я же должен отблагодарить вас за все то, что вы сделали для меня Замечательно И не волнуйся Я скажу парням, чтобы позже тебя сменили Так Ну что ты опять бубнишь там, старый хрыч? Держи караул на крепостной стене Интересно, и сколько времени я должен тут нести этот караул, а, ребят? Хе-хе, запрыгнуть не могу Дудки не получается Так, может быть, мы и должны что-то увидеть с вами, а, ребят? Ведь такое же может быть Бац, и что-нибудь заметили Такое невероятное Так, ну-ка, что у нас тут? А никаких отметин нету Только лишь не следованное место Так, ну Это у нас старый маркер был Ну-ка, а что у нас здесь? Ничего хорошего Блин Сколько же мне ждать-то придется? Но зато я честно в карауле стою И факел у меня, главное, не тухнет Хоть ливень такой, знаете, как из ведра льет Так, я вот вижу Там у нас на карте Какой-то Восклицательный знак был Ну что ты ходишь, а? Лучник при чем, ребят? Что такое произошло? Что случилось? Я просто подошел к нему А, может быть, меня сменили уже? Или хотят сменить? Че? Что? Ну? Что случилось? Давай Не думаю, что сегодня что-нибудь случится Ты можешь просто прислониться к стене И подождать до утра Я научу тебе, что к чему Я так и сделаю, спасибо Если вам необходимо Дождаться чего-нибудь Вы можете переждать время Нажмите Е И укажите, сколько вы хотите ждать Но будьте осторожны Когда вы ждете Усталость и голод накапливается Ага Одним словом, ребята Я могу кимарнуть В любое время, да? О, смотрите Там что-то Что-то ходит Ну, это наши, по-моему Наши рыцари Так, а это Тоже вроде бы как наши Кулачком маш Так Как там у нас, ребята Делается сон-то? Я уже забыл, если честно Я могу закрыть глаза И отдохнуть Если что-то произойдет То другие войны меня разбудят Так, ну это все понятно А как мне это сделать-то? Где именно часы-то Вот эти вот Которые переводить надо Бред какой-то, блин Ладно, пощелкаем кнопочки, ребята Ага, вот Вот они, часики у нас Ну, давайте, наверное Если до утра Ну, пять часиков Или, может быть Давайте вот так вот сделаем Я думаю, этого будет нам достаточно Дар света, да? А как это принять-то? Так, принять на У Вот у нас как Ага Так, шесть часов Опа-на Сигнал, ребята Сигнал какой-то Что такое произошло опять? Куда идти-то мне? Черт Дождитесь утра Так я дождался А, ну все, да Задача выполнена Идти на стену Наружного двора Блин То одно, то другое Наружный двор Это вот здесь Ээээ Да А я сейчас вообще На другой стене нахожусь Значит Мне нужно туда добираться Это практически Полностью все Обходить Я надеюсь Здесь у них есть Проходик, а? Как бы Который соединяет Одну стену С другой Надо это проверить Ребят Так-так-так-так-так-так Бежим-бежим-бежим-бежим Эээ Сюда, наверное, тоже Поднимаемся Так, что Что это у них такие За эти За деревянные постройки Здесь непонятные Да, видели сами? Какие-то колесики Что-то Крутится Вертится Блин, я не понимаю Я запутался Ёлки-палки Ладно, давайте сделаем так Попроще Побежим по этой стене Вдоль, точнее Этой стены Она нас должна Хотя бы Как-нибудь вывести В нужное направление Так По-моему, я кругом бегаю Хотя вот этого Не было тогда Ахламона Вперед, вперед Пошли, живее Да и так бегут Блин, орет, как немец Ё-моё Так, теперь, наверное, Вот здесь Ага, вот, ребята Вот он Соединительный мостик Ну Что тут у нас Такое Опачки Вот это мы дождались Господи Иисусе Нас ждет участь Скалицы Святая Мария Матерь Божия Молись о нас Грешных Смотри, как Самопровозглашенный Король Завоевывает Любовь и уважение Своих верных Подданных Да, Борек У Сигизмунда Люксембурга Редкий талант Убеждать людей Присоединиться К его делу Ага Опять этот лысый Хотя Ты можешь Этому удивиться Я не думаю Что сегодня Он спустит На нас Своих бешеных псов Приветствую тебя Господин Тальмберга Это он Это тот ублюдок Который возглавлял Нападение на Скалицу И убил моих родителей Не будь остолопом Ты хочешь Разделить их участь? Я Гер Маркфорд Фон Уиллиц Я говорю От имени Сигизмунда Люксембурга Короля Венгрии И Хорватии Который Решил нанести удар Под тем Кто нарушает Мир на земле И навести порядок От имени своего брата Короля Ван Слава Четвертого Навести порядок Сжигая И грабля Владения Короля Приветствую вас Пан Маркфорд Усилие брата Короля По наведению порядка В этой беспокойной Стране Достойны похвалы Мне кажется Однако Что он И его армия Должны быть Сбились с пути Как Бурграф Паэридического Замка Я всецело Предан Королю И здесь В Тальнберге По воле Божьей Царил мир До вашего прибытия Итак Чем мы обязаны В честь вашего визита Вчера Его Величество Принял меры Против врага Короны Пана Рацико Кобылы Который использовал Серебро Шаг Скалицы Для оплаты Восстания Против Короны К сожалению Мятежник Сбежал Вы случайно Не знаете Благородный Пан Где его Можно найти А разве Пан Рацик Не был Гетманом Королев Скалицы Мне трудно Представить Что он Восстал Против Короны Тем не менее Я могу Заверить Вас Что Пана Рацико Нет в Тальнберге Он был бы Дураком Чтобы бежать Из одного Плохо защищенного Замка В еще Более Слабый Или Вы считаете Что мои Скромные Володения Являются Препятствием Для вашей Армии Могу Ли я Передать Королю Что он Может Рассчитывать На вашу Преданность И Пан Рацик Кобылы Нет В Тальнберге Рацико Кобылы Здесь Нет И я Не намереваюсь Ввязываться В дела Из которых Я не Извлеку Никакой Выгоды Очень Хорошо Пан Как Пожелаете Я Передам Королю Ваши Слова И надеюсь Он Воспримет Их С благосклонностью Тем У кого Совесть Чиста Нечего Страшиться Даже Даже В такие Времена Когда Для Радости Нет Особых Поводов Прощайте Пан Ауфидерзейн Немцы Ёлки Палки По крайней Мере Он Точно Немец Да Ребята Сейчас Будет Решаться Судьба Тартберга Сигизм Ауфидерзейн Так Можем Тебе Тебе Собак Тебе Бежал Тебе Войска Ауфидерзейн Тебе Тебе Нам Стук С собой Тут Давайте Наверное Мы Его Может Выкинуть А Все Убрали Так Отличненько Ребятушки Так Значит Вы Узнали Ресталище Ну это понятно Что Ресталище Мне нужно Отсюда Восвинтить Вот у нас Ровно И причем Нужно еще На коне Срулить Ребятушки Вот оно Загвозочка Так Быстрый переход Конечно хочу Сейчас ты не можешь Использовать Быстрый переход А почему Потому что Видимо Я Нахожусь В замке И По всей видимости Да ребята Ничего у меня Не получится Черт бы их Побрало Ну и как же Мне отсюда Смыться Вот меня Какой вопрос Сейчас интересует Так Значит Мне Нужна Лошадь Насколько я понял И так же Мне нужно Найти Отсюда Выход Где у нас Выход Что-то я честно Говорю А нет Я видел эти Решетки Нет Это по-моему Не сюда А здесь Спрыгнуть Навряд ли у меня получится А если даже О Вот Вижу Ребята Впереди Себя Эту Одну Я должен Взять Свою лошадь Скальца Далеко Отсюда Угроза Нападения Миновала Я должен Вернуться Скальцу Короче Все Понятно Я обязан Похранить Родителей Только Как я Это Сделаю Так Ну Давайте Попробуем Мы с вами Так Купец Я узнал Где Вот сюда Ломануться Открывай Что он мне сейчас тут Прочирикает Доброго дня тебе Так Мне нужно Выбраться отсюда А мне нужна мягкая постель Со смазливой девчонкой Но похоже мы оба будем разочарованы Пан Дивиш приказал мне Не открывать ворота И не выпускать наружу никого Особенно тебя Так Мне нужно похоронить родителей Ребятушки Давайте попробуем Может быть Прокатит Короче Берем первый вариант Моя мать и мой отец Лежат в скалице Как падаль Я должен похоронить их Я не могу бросить их Сам на поживу Мне очень жаль друг Но я не могу Ты должен уговорить Пана Борока Или придумать что-нибудь Чтобы я не оказался В полном дерьме Или забудь об этом Я попытаюсь Что-нибудь А Что ты имеешь ввиду Что же я должен придумать Откуда мне знать Может какой-нибудь наряд Чтобы я мог сказать Что не узнал тебя Если сюда подойдет Воин из Станберга В полных доспехах Шлеме Естественно Я выпущу его Это очевидно Ладно Я попробую что-нибудь найти Вот ребята Еще одна задача Ко мне приклеилась Блин Что мне нужно Так Давайте-ка Здесь есть торговец Здесь кто-нибудь Продает разные товары Ты голоден Попробуй поговорить С поварихой Она добрая Особенно если ты принесешь ей Пару монет Причем здесь повариха Ё-моё Я тебя совсем о другом спрашиваю А если тебе нужно что-нибудь еще Найди вартаву Его не очень любят местные Потому что он ворчливый Как мокрый кот Но он может достать Практически все Я видел его У хлебного амбара Ты легко узнаешь его У него такой вид Как будто он постоянно голодает Так Ну что ребята Давайте наверное Блин Закончим Мы базарить с ним Надоело На самом деле И нам нужно Да Нам нужно Теперь еще Оказывается Найти Монатки Чтобы мы могли Быть Похожи на рыцаря Тальберга Вот же незадача И где мы Это можем С вами все найти Вот что Меня интересует Где-то Наверное Должен быть Какой-то склад Купец Может быть У купца Что-то можно купить Так Дополнительное задание Найти доспех Тальбергских стражей Найти Доспех А где же я его найду Та Ё-моё Молодцы Вы просто ребята Ничего не скажешь Хорошо Давайте-ка Мы тогда С вами пробежимся По быстренькому Может быть Куда-нибудь И наткнемся Что ты тут стоишь Ёлки-палки Хороняет Что-то непонятно Чего Да пошел ты Знаешь там куда Еще бубнит Мне там Блин Паршивец Так Что у нас здесь Мы на частной территории Да я плевать хотел Мне нужны Монатки Так Очень легко Вскрыть замок У меня нет отмычек Вообще замечательно Ребят Мне нужны еще Отмычки Где-то Достать Или купить Ну-ка Давайте-ка Спустимся По лестнице Как нормальные Люди Будем прыгать туда Согласитесь Да Ни к чему Так И у нас здесь Смотрите-ка Сундучки Очень сложно А этот Сложно Ребят В любом случае Нам нужны Или ключи Или отмычки Мы ничего С вами Сделать Пока не сможем Ну что ж Дорогие мои друзья Давайте тогда Наверное на этой ноте Я буду завершать Это видео Всем большое спасибо За просмотр Мы обязательно Увидимся с вами В следующей серии Если вам понравилось То ставьте лайк Пишите мне в комментариях Свое мнение По поводу этой игры Или какие-то у вас есть Информация Которая может Мне как-то помочь Ну а на этом все Увидимся ребята Уже в следующих Новых видосиках Всем пока Всем чао Субтитры сделал DimaTorzok